здравствуйте сегодня мы поговорим о дрищах кстати я не просто так оделся не потому что холодно не потому что осень наступила а потому что мне хочется казаться больше 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 надо было себе купить еще такой объектив знаете который еще так вот круглит все и когда ты попадаешь в кадр такой большой бицепс бицепс кадр такой бицепс такой большой сразу в общем поговорим о дрищах вообще очень интересно наблюдать как фитнес индустрия в лице отдельных дебилоидных личностей пример из которых берут подростки и студенты да и все остальные в принципе как искажаются понятия самого дрища во первых кто такой дрищ ну если исходить из того что изменение которое укоренилось фитнес индустрии дрищ это человек который весом до 90 килограмм хотя я думаю лет через 10-20 планка подымется дрищ это будет тот кто меньше ста килограмм у кого рука меньше 45 сантиметров а думаю через лет 10 дрищи будут все у кого рука меньше 50 сантиметров на самом же деле еще каких-то лет 10-20 назад когда в обществе были еще более-менее какие-то нормальные понятия которые ближе к реальности так вот дрищом считался человек ну очень худой и очень дрища вы например возьмем для примера человека который ростом метр девяносто весом 55 килограмм вот этот дрищ или же человек с ростом 75 сантиметров и с весом 45 килограмм вот это тоже дрищ вот если же мы видим человека с ростом метр восемьдесят он весит 80 килограмм и даже 75 и говорить что это дрищ ну то надо быть просто немножечко не дружить с головой и для таких людей что я могу предложить соберитесь со своих в общем своими товарищами по ненависти к дрищам соберитесь со своими товарищами у которых есть тоже комплекс дрища кто не любит дрищей знаете вот такие сейчас модные стали надписи все проблемы дрищей такой какой-то лошочек который ходит раз в неделю в трансжерный зал или раз в месяц анекдоты порассказывать там выпить гейнера протеинчика так селфи сделать пожать пару раз и и у себя в контакте такую картиночку все проблемы от дрищей такой поставил так вот соберите своих единомышленников распечатайте большой такой плакат закажите в полиграфической компании напишите все проблемы от дрищей и ниже напишите вы все дрищи так вот берите этот плакат большой разворачивайте и зайдите в какую-то вдвшную часть либо в часть морской пехоты зайдите туда попросите пройти пройдите по плацу вот вы все дрищи и напишите внизу еще что все кто меньше 90 килограммов у кого рука меньше 45 сантиметров всей дрищи вот сделайте такое вот такую вот акцию у кого хватит на это определенных гормонов потому что в основном что печально печально то что в наше время не принято абсолютно никак отвечать за свои слова и в интернете человек может писать абсолютно разную хренатень зная то что его там по и пи никто не вычислить никто не придет ему домой не стукнет ему в чайник я например отвечаю за все свои слова и как вы заметили я не дергаю отдельных личностей не прицепляясь к ним не называя их там мудаками и даже дрищами их не называю вот ну даже если я иногда называю там использую такие понятия как жербалей допустим жиробас я могу это человеку сказать в лицо мне это будет не стыдно я готов принять свои последствия но опять же если я расскажу то я расскажу так что человек не обидится ну если обидится то я его кто поправлю ну и в целом конечно же я не говорю это людям о которых процент жира там 10 процентов ну такая маленькая прослойка я им жирный не говорю таким людям таких вот слов поэтому думайте над тем что вы говорите потому что ну например понятное дело что в интернете все умные а когда встречаются реально в тренажерном зале то могут там за спинкой пошептаться пошептаться обсудить какие-то анекдотики но этим заниматься основном люди которые приходят обсуждать так называемых дрищей которые наедают огромные килограммы сала вот но они же не дрищи правильно если тем более что они весом больше 90 килограмм и вот занимаются разной хернёй а вот в лицо никто не скажет конечно же никто не скажет поэтому если вы не готовы сказать человеку в лицо что дрищ то значит не говорите это вообще ну а если хотите попробовать то я уже сказал что нужно сделать возьмите своих единомышленников и сходите сделать вот такое маленькое упражнение мне интересно что будет не скажу что вас вам всех там перебьют носы переломают челюсти не скажу но интересно что будет конечно же вот поэтому в общем то включите свои мозги особенно если взрослый человек не какой-то подросток пятнадцатилетний и думаете что вы говорите что вы пишете такие вот дела а зачем вообще внедряется это понятие так называемого дрища это понятно я думаю каждому ослу но тем не менее почему-то продолжает гулять такое мнение по интернету дело в том что понятное дело что фитнес индустрия хочет побольше заработать денег и вообще деньги зарабатывать это хорошо это классно я вообще очень уважаю людей которые зарабатывают деньги но зарабатывать на том что вы внедряете комплекс дрища абсолютно всем кто приходит в зал кто просто хочет выглядеть нормально избавиться от каких-то самых обычных проблем связанных с внешностью и вы внедряете ему комплекс дрища и там рядом такая значит он заходит в какие-то целевые группы и там такая реклама меташка меташка для всех у кого рука меньше 45 сантиметров и вот этот весь дебилизма начинает сверкать плюс эти атлеты которые рассказывают что да стероиды это ж такие таблеточки витаминочки никаких побочек нету но если с умом конечно же то все будет хорошо поэтому не переживайте принимайте то есть планка дрища установлена выше скажем так выше физиологической нормы для подавляющего большинства людей потому что вспомним что было ли 15-20 назад до человек весом 90 килограмм возьмем минимальную планку дрища восемьдесят девять килограмм восемьдесят девять килограмм и даже 85 с ростом допустим метр восемьдесят с мышцами да это просто огромный огромный человек крепкий крепкий огромный и никому не приходило в голову называть таких людей дрищами вот поэтому поэтому вот так вот а фитнес индустрия это делать для того чтобы побольше продать астероидов ну а стероидные ребята они как бы у них в темпы мышечного роста идут быстрее им нужно побольше там жрать соответственно спортивное питание там жиросжигатели все это очень хорошо продается поэтому если у вас не ослиная башка вы это все прекрасно понимаете и пересмотрите свои дрищовские значит убеждения я настоятельно рекомендую вам это сделать ну а если у вас есть какие-то контр соображения по этому вопросу напишите в комментариях обязательно поделитесь своими философскими мыслями на этот счет обязательно укажите свою планку дрища какие-то свои соображения по этому поводу ну и конечно же в конце можете сделать так а можете сделать и так не переживайте я вас искать не буду пальцы выламывать не буду но на сегодня все до новых встреч